Наши футболисты интересно провели этот сезон. Падения и взлеты не заставили соскучать ульяновскую «Волгу». Триумф земляков прогремел по всей России. «Волга» разгромила Екатеринбургский «Урал-2» со счетом 3-0 в гостевом заключительном матче чемпионата России по футболу группы 4. «Волга» впервые за 15 лет завоевала путевку в футбольную национальную лигу. В этом году «Волга» празднует еще и 75-летие со дня основания клуба. Поэтому поводов для радости сразу несколько. Игроков, тренеров и медицинских работников клуба поздравил губернатор Алексей Русских. «От лица многочисленных болельщиков команды, от имени всей Ульяновской области, а также от себя лично, я сердечно благодарю за это наших спортсменов, игроков и тренеров, медицинских работников и представителей администрации клуба. Всех, кто словом и делом помогал волжанам в этом нелегком сезоне». Именных подарков губернатору достоились тренеры «Волги» Ренат Аитов и Александр Кузнецов. Аитов, кстати, уже выводил ульяновскую команду в первый дивизион в 2007 году, когда сам был игроком. Теперь прославился в качестве тренера. «Девять матчей – это девять финалов, и к этому мы шли. Но все выиграть просто невозможно. Но работа выполнена, да, мы где-то, может быть, не доработали, но потом компенсировали эти моменты». Футбольный клуб получил лицензию и теперь имеет право выступать в первой футбольной национальной лиге. Пару дней для того, чтобы отметить победу, а дальше – тренировки. Примерно через неделю будет собрана команда, организован смотровой сбор. «Соответственно, к нам приедут футболисты со всех концов Российской Федерации, где мы будем на стадионе «Локомотив» просматривать данных футболистов. Стадион труд будет на небольшой реконструкции, будет сделана прошивка футбольного поля». Подарков и благодарственных писем удостоились и другие представители клуба. Групповое фото на память завершила встречу спортсменов с главой региона. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Управда ТВ